А что с курицами-то? Птичий гриб что ли? Что с ними неладно? Почему такая цена-то? Или они нестись перестали, или их кормить перестали? Пенсионерка Алла Васильевна делится своими эмоциями после похода в магазин. Летом женщину кормит хозяйство, которое она держит на даче. Красноярка весной закупает куриц-бройлеров. Отсюда и мясо, и яйца. Хватает не только пенсионерке, но и её детям. Но сейчас все запасы закончились. Поэтому Алла Васильевна вынуждена закупаться в сетевых магазинах. А сейчас приходится покупать, особенно сейчас перед Новым годом. Я вообще не знаю, с чем салаты сделать. Они уже всё подъели. Видела и по 130, и по-моему даже по 139 где-то видела. А деревенские так вообще. Всё дорожает, а пенсия не прибывает. Считают, что пенсия у нас нормальная. Яйца по 120-130 рублей – новая реальность в Красноярском крае. Ещё летом горожане могли купить десяток за 70 рублей. Однако осенью цены поползли вверх. В декабрю средняя стоимость десятка яиц, по данным Красноярскстата, достигла 120 рублей. С начала года продукт подорожал на 48%. Вместе с ростом цен красноярские сети вводят новые правила, чтобы хоть как-то сделать товар доступным. Так, например, на прилавках можно заметить упаковки яиц по 6 штук. В некоторых сетях даже начали продавать яйца поштучно. Однако есть и такие магазины, которые ограничили продажу продукта. Мы сейчас находимся в одном из сетевых магазинов города. Тут, например, действуют ограничения. В одни руки можно купить не более трёх упаковок яиц. Впрочем, продавцы говорят, что такое ограничение было всегда. Так борются с перекупщиками, которые скупают подешевле, а продают подороже. В торговых сетях говорят, что подняли цены вслед за поставщиками. Причин такого подорожания несколько. Нехватка сырья, птичий гриб, проблемы с логистикой. Дефицита нет. Но будут ли падать цены – пока вопрос. Куриные яйца в наших магазинах подорожали из-за резкого роста закупочных цен. С сентября яйца выросли в цене примерно на 35-40%. Проблемы с куриными яйцами возникли из-за нехватки сырья, то есть генетического материала первого, наиболее качественного уровня. Кроме того, многие птицефабрики были закрыты из-за птичьего гриппа. Растут цены и из-за того, что большой процент курицы сейчас уходит на импорт. Сильно подорожала и логистика. За последние 4 недели цена закупа на яйцо изменилась в среднем на 8-10%. Сейчас дефицита данного продукта нет. В наших торговых сетях он представлен в полном объеме и в самом широчайшем ассортименте. Если говорить о каких-то перспективах дальнейшей динамики цен, то здесь мы не беремся давать прогнозы, потому что ситуация на рынке меняется буквально каждую неделю. На фоне подорожания яиц федеральная антимонопольная служба предложила ритейлерам ограничить наценку на все куриные яйца – не более 5%. Пока предложения поддержали несколько федеральных сетей. Вместе с тем правительство одобрило обнуление пушлин на поставки импортных яиц, сообщают известия. Минсельхоз планирует, что поставки пойдут из Турции, Азербайджана и других близлежащих стран. Виктория Потапенко, Вячеслав Кебиков. Новости ТВК.